начинаем бурый вечер дорогие мои коллеги друзья вот у нас сегодня с вами очередная встреча сегодня 4 август уже вот август пришел немного сгрустнулась да особенно тех кто люди скажем так любят лето да вот у нас сейчас каникулы детей конечно это очень здорово вот но все движется все меняется вот и я думаю что рано или поздно мы будем с вами отдыхать не когда лето будем отдыхать там где лето и когда захотим так что все в наших руках поэтому мы с вами строим замечательный транспорт мы с вами инвестируем свое будущее вот и я думаю что уже недалекое прошлое недалеком прошлом когда инвестировали да тоже пришло настоящее и недалекое будущее когда это все уже скажем так воплотиться в жизнь но он уже воплощается философия нашей компании транспорт должен быть решением проблем о них источником замечательно вот эти вот картинки которые показывают все весь ужас нынешней ситуации да когда как коммерсант написал пробки правит миром и ситуация когда у нас мариной горке такая вот красота где виды пять видов транспорта представлена сразу да и мы недавно там были и опять это все видели это все здорово это все движется все на скажем так тестируется в очередной раз скорости даже вот грузовой транспорт нам продемонстрировали просто как болит рванул с места вот было очень здорово мы немножко засняли но так как у нас сейчас пока видео еще не функционирует вот мы довольствуемся картинками но это все есть это это очень здорово это впечатляет эти люди которые особенно были первые впервые вот они просто вот тут просто замирали и сейчас активного как у меня марина лепатова выставляет это все теперь в соцсетях и те люди которые даже не были в курсе они сейчас обращают внимание и спрашивают марины как и что и марина сейчас вот планирует тоже завести их в эту замечательный это технопарк акварель то есть которая рядом находится к технопарком вот показать им всю прелесть существование человека вместе с природой да вот и показать транспорт который можно увидеть через вот этот вот тоже ажурный забор действительно транспортное решение прекрасное это безопасность это доступность это адаптивность кстати вот сейчас скажем так экологичность адаптивность вот этот третий пункт да он действительно имеет место быть потому что очень многие страны скажем так скажем так как такие как дубай допустим или вот мы сегодня будем вид про будаби но вот когда уже все здания построены вроде бы все красиво все здорово но так как увеличивается туристический поток вот то получается невозможно туда уже вписать не метро не трамвай вот не уж тем более проложить асфальтную дорогу там где-нибудь в парке и в общем то привести привозить туда тысячи людей да поэтому вот именно адаптивность позволяет не меняя ландшафта не меняя на скажем так инфраструктуры населенного пункта или там на мест местности вот возвести наш транспорт и действительно это и красиво и ажурно и экологично безопасно и дешевле чем нежели другие виды транспорта которые сейчас представлены могут быть представлены в настоящее время вот я уже упомянул оба скажем так столице объединенных арабских эмиратов это абу-даби да в общем-то вклад в ввп арабских в арабские эмираты превышает 56 процентов то есть 400 миллиардов долларов это был на данные по википедии 2008 год населения всего скажем так около полутора миллионов тысячи жителей 2020 год да и получается еще небольшую информацию может быть вам будет тоже интересно абу-даби раньше назывался абу-дази да вот отец газели то есть название бы дави происходит от арабского отец газели вот и такая легенда была что арабы охотники гнались за газелью вот она долго петляла по пустыне а потом вывела охотников на берег пересидского залива бросилась в воду и вброд перешла на остров охотники последовали за ней и газель привела к источнику в пресс с пресной водой благодарность охотники не убили данную газель основали рядом с источником поселения и абу-даби то есть назвали вот отцом газели вот такая вот вам история чтобы вы знали да потому что вот я тоже когда был вот у них там так и называется то есть как у нас вот отчество считаете вот абу-даби то есть чей значит кто у тебя отец по отчеству у них вот если уважительно к арабам обращаешься то через приставку абу но такие вот вещи вот вы будете удивлены потому что мы всегда с вами знаем вот про дубай 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 вот видите и вот шар же рядом находится а вот посмотрите как желтеньким до специально нашел на русском языке вот такая вот такой огромный скажем так ну штат его можно сказать до объединенно арабский эмират вот такой эмират большой огромный вот желтый действительно здесь сейчас очень сильно развивается скажем так и туристическая зона потому что вообще вот в свое время когда я там жил и работал вот в основном дубай 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 вот а в абу-даби было очень тяжело въехать да и в принципе как мы работали именно в абу-даби поэтому было очень здорово там было такси допустим доллар по всему абу-даби можно ну в основном вдоль побережья давайте туда после не есть вот вдоль побережья все красиво вот доллар была в любую точку проехать все а в дубай я приехал тоже по делам вот и там в общем то не успел сесть уже сразу там где-то проехал чуть-чуть оказалось 15 долларов то есть всегда в абу-даби были такие вот знаете но гораздо все это было все цивильный четче и не было никакого шума мне тогда в свое время буду дубай не понравился после абу-даби вот но сейчас абу-даби еще больше рассвело ну и дубай конечно цветет и пахнет так что все очень здорово в этих странам в этих эмиратах развивается вот и конечно же мы как инвестор очень счастливы что сейчас шаржа действительно построен вот этот вот наш эко технопарк где сейчас уже я даже уже себе в мыслях не рисую что я туда опять поеду шаржу потому что уже вот где-то в ноябре в декабре не знаю может быть это даже еще раньше случится что уже сделать вот эти вот две трассы по 2 и 4 десятых километра и конечно же очень хочется мне туда привести и семью и партнеров которые активно развивают и мы будем думать так что и чего либо это будет совместно со skyward комьюнити либо это будет вам более как это частная поездка но конечно надо это все согласовывать вот потому что просто со стороны посмотреть не хочется хочется уже прокатиться будет но в общем сейчас сейчас идет активное строительство мы об этом еще поговорим вот но что же почему в абу-даби вы знаете что я был очень поражен вы знаете как сейчас мало информации идет то есть какая-то идет внутренняя информация где-то что-то мы знаем но пока говорится не будет на официальном сайте вот пока не в новостях не будет ничего не знаем и тут вдруг на не в нескольких источников в том числе и у нас чате выходит статья которая написана что о том что анатолий эндуардович юницкий наш основатель юскай транспорта провел еще одну рабочую встречу с представителями правительства абу-даби чтобы обсудить варианты внедрения технологии юскай столицы арабских эмиратов правительство абу-даби тщательно изучает различные транспортные системы которые мы могут не только перевозить жителей но и способствует реализации планов по развитию туризма привлечению турпотока но с построенным достопримечательностям и объем и объектом инфраструктуру кстати вот этот лувр на верхней картиночке до абу-даби называется лувр абу-даби даже там представлены определенные экспонаты именно с настоящего лура да вот новый круизный терминал парк развлечений вот он такой виде сделан у меня даже и знакомы которые там были не свое время работали в омане вот и ездили именно вот в этот вот в парк именно вот видите в виде ferrari такой построен да значит расширенный аэропорт это лишь и многие из мест которые должны быть соединены удобным транспортным сообщением чтобы стать доступным для посетителей абу-даби поэтому представляете это уже официальная часть и далее мы читаем о том что вот этот офис да по мнению экспертов из правительственных учреждений абу-даби юскай транспорт лучше всего подходит для этой цели поскольку он может представлять туристам доступный экологически чистый комфортный безопасный транспорт отвечающий всем современным стандартам и требованиям а также позволит построить транспортный комплекс проходящий существенный по существующей водной артерии города без существенных изменений в архитектурном плане и переносе коммуникации здесь можно поставить тоже десяточки здесь можно поставить восклицательные знаки здесь нужно просто порадоваться ребят потому что это действительно просто бомба новость понимаете я даже предполагаю сколько там анатолий дарыч вот находится потому что в свое время ехала моя сестра да спасибо вам за десяточки можно еще не нить не не жалейте рук не жалейте пальцев отбивайте десяточки нули и так далее потому что то ли дарыч находится уже там насколько мне помнится с марта месяца да и вот все тоже где что как чего да спасибо за десяточки за ваши восклицательные знаки и вот действительно вот эта работа действительно мы думали что вот он там где-то проверяет что так далее на самом деле работа ведется колоссальная и вот те скажем так люди которые вот все таки было вложить определенную сумму да может быть кто-то вложил последние 100 долларов и так далее но которые вот сейчас где мои деньги помните мы с вами говорили о том что иногда фамилия фамилияр на подходит где-то в своих постах где-то нагло и так далее я думаю что эти люди сейчас должны просто как минимум извиниться да вот и как максимум просто поблагодарить за то что он не обращает внимание ну вот и нам всем надо учиться не обращать внимание на вот эти вот выпады до таких вот крикунов а именно он делает свою работу тихо спокойно и видите насколько это все насколько это все вот меня просто знаете взбудоражило и действительно потому что последние события которые вообще происходят в моей жизни в жизни моих партнеров они просто вот вы знаете но настолько окрыляют вот у меня конечно же крылья не выросли воочию да но я реально чувствую что это очень фантастические новости ну вот дальше мы смотрим о том что конечно же преимущество помимо все что назвал опять-таки повышенная безопасность исключительная видите экологичность назвали высокий уровень адаптивности о чем мы с вами говорим что можно соединить вот эту вот всю красоту лувр вот этот вот парк этот в виде ferrari да аэропорт это можно сидеть не какой-то канатной дорогой который там тянет все эти кабинки действительно соединить нашим замечательным транспортом который будет действительно реагировать на пассажиропоток который будет реагировать на то хотят люди ехать в общественном транспорте побольше либо не хотят взять отдельную там двуместную четырехместную какую-то модель на юнитранспорта и двигаться да ну просто фантастика действительно каждый выбирает по своему кошельку под по своему желанию вот и действительно может быть кто-то яду я не удивлюсь если в скором времени уже арабы начнут покупать себе частные такие вот юмобили да потому что действительно это просто фантастично фантастически если будет двигаться потому что какая бы у тебя машина не было ferrari либо жигули ты все равно будешь ставить в пробке если если стоит пробка ну и так далее комфорт о чем я только что рассказал энергоэффективность высокая скорость в городе до 150 километров в час и возможность интеграции в любую существующую городскую инфраструктуру без нарушения окружающей архитектуры сильно фантастично вот здорово и вот этот вот кадр скромный такой я бы сказал я даже опять-таки говорю видите и олег зарецкий сидит ну как переводчик понятное разговаривает и анатолий эдуардович юницкий тоже вот отвернулись никаких лишних движений никаких скажем так помахивание никаких скажем тогда рака просто вот чисто рабочая обстановка даже не знаю кто эту фотографию делал вот даже так вот как-то очень скромно непонятно кто это сидит вообще если мы конечно с вами не знали как выглядит наш анатолий эдуардович непонятно было вообще вот но смотрите далее читаем специалисты за будаби совместно с представителями юницкий свин технологис определили три потенциальных маршрута ю sky вот здесь я опять жду ваши аплодисменты которые наиболее востребованы в первую очередь для развития туристической индустрии действительно потому что больше люди все-таки знают дубай 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 вот теперь уже скажем так вы знаете и саудовская аравия заинтересована в турпотоки да и абу даби вот такой огромный в общем-то эмират тоже решила расширить вот эти возможности строят очень много чего интересного и конечно же вот уже три определены маршрута ю sky это здорово значит смотрите представителям абу даби потребилось более двух месяцев чтобы изучить представленные данные и принять решение от дальнейших действий по развитию sky транспорт полиция то есть фраг практически да спасибо за восклицательные знаки фактически мы с вами уже вот сейчас сейчас уже мы можем не то что выдохнуть а мы можем просто закричать громко ура да давайте ура да потому что это уже действительно свершившийся факт и я еще раз снимаю шляпу и аплодирую стоя антоли дарвича за то что он насколько вот выдержанно все это делает просто как танк да вот идет движется и просто делать свое дело мы конечно поддерживаем помните когда-то еще два месяца или три месяца назад помогал ребят давайте мы все всю свою энергию позитивно направим на вот на то чтобы вот нас должно быть 300 спартанцев 3000 спартанцев да не надо обращать внимание на вот эти все скажем так темные тучи которые там сгущаются которые уходят который поливает иногда обидно и я помню как лена эмоциональная степина вот говорил о том что не все понимают и при даже что очень много сил уходит не надо тратить силу туда не надо вся энергия должна у нас идти скажем так если вы есть градусник и езди плюс 50 есть минус 50 вот если вам очень плохо опускайтесь максимум до нуля а потом опять возвращайтесь комфортной температуре для себя 22 градуса вот и вообще по энергетике вы не должны падать никогда ниже нуля потому что низкая энергетика это только подпитка всяких там ляр вам всяким там токсичным людям и они просто питаются этой энергией знать не тратя на них идем дальше двигаемся с вами поэтому ребят это все очень здорово действительно я готов кричать очень громко я знаю что вы вместе со мной кричите ура спасибо да вот официальные лица абу-даби высоко оценили работу проделанную sky транспорт строительство трасс юска и сейчас обсуждается на самом высоком уровне правительстве абу-даби ожидается что юска и транспорт станет вполне подходящим вариантом для нынешней быстро растущей столицы арабских эмиратов еще раз ура еще раз благодарю вот за ваши возгласы и смотрите все движется я думаю что это просто вот такой яркий пример того что работа ведется я еще опять-таки повторяю о том что работа ведется по всему миру вот но так как анатолий эдуардович юницкий находится в эмиратах конечно же решение эти принимаются там быстрее возможно чуть чуть быстрее ну фактически действительно весь мир знает арабские эмираты весь мир скажем так любит эмираты летает в эмираты там очень много преимущества очень много всего интересного здорово вот но и самое главное что именно там сейчас и находится в шарже наш транспорт где могут попробовать и если сейчас скажем так будет строиться в эмиратах в абу-даби в шарже в дубае то практически ребят это просто вот уже не то что ком это уже просто будут глыбы которые просто покатятся и покатятся по всему миру и завоюет весь мир о чем мы с вами в общем то и не сомневались и просто ждали этого момента вот он практически вот эти вот rolling stones они rolling stone можно сказать так покатился и сейчас вот этот камень теперь который будет действительно просто разбивать все преграды и не обращать внимание на всяких крикунов хейтеров и так далее так что поздравляю вас вот и в свое время когда я смотрел видео не обратил внимание на вот этот вот юни мобиль до который эта картинка была с видео но когда мы были на производстве вот этот вот скажем так новый 25 местный юни мобиль он стоял на таком на пьедестале и вот это вот крышечкой наверху была открыта там я просто посмотрел был в шоке вот это вот она картинки не так смотрится но там когда ты стоишь вот это вот смотришь на вот этот вот скажем так юни мобиль ты просто вот рот открываешь и все сколько там всего внутри сколько вот этого внутрянка и вот видите по меня поразило вот это вот который год ну что там как какой-то электро двигатель мотор колесо ребята это вот просто фантастика вот это не занимает скажем так ну не одну треть а даже еще больше там не знает там две пятые наверное всего до да от всего вот это вот видите вот это вот салон скажем так вот этого юни мобиль а вот это вот вот это вот его двигатель да там понятно что там много всего интерес здоровского все именно я просто поразил был поражен был и меня единственно что делаю а как же вот это вот получается зачем вот мы же мечтаем как говорили на то что у нас там движется вот он важна аэродинамика но люди которые директора которые там нам представляли они сказали что это заказ именно представители шаржи то есть это то что уже идет на шаржу вот он такой вот вагончик до который будет то есть юни мобили это не вагончик тоже он полноценно передвигается это то что именно выбрали то есть это сделано под заказ шаржа потому что в шарже мы тоже уже я вам говорил что обсуждается вот этот путь до который будет вместо трамвайных там путей вместо каких-то еще вместо метро именно вот этот юни мобиль так что вот вам второй ответ до чем берлену как выразился баба глаев да вот и я вам хочу сказать что действительно это их заказ то есть они видят так потому что когда вы едете в метро в золотом вагоне либо в женском вагоне вот как у меня наташа ездил впереди там ситом перед переднем женском вагоне тоже можно ну интересно когда метро движется быстро то смотреть вот это вот на всю красоту вот поэтому вот они тоже заказали вот это переднее лобовое стекло но и задние так далее все в общем это уже заказ то есть специально спроектирован для шаржи вот что будет в абу-даби а может быть они захотят какую-то другую модель в общем сейчас модельный ряд и у sky будет просто развиваться на семимильными шагами и это очень и очень здорово потому что производство где мы были действительно очень впечатлило и особенно тех людей которые знают как должны выглядеть заводы как должны выглядеть вот именно вот эти производства они были впечатлены кстати вот моя мой партнер марина липатова она именно вот из тех людей которые понимают толк в этом и сказал что она поражена поэтому согласимся с ее экспертным мнением о том что это очень здорово ну вы сами знаете много фильмов сняты и так далее но мы с этим были воочию это очень здорово завораживает здорово ну что ну вот ехать в индию вы помните свое время тоже такая была страница в истории что когда там все-таки я говорил о том что индия такая страна непростая там очень много людей понятно миллиард для жителей но там вот эти вот касты и получил и что если ты извините и скажем так через вперед в батьки в пекло в лес то есть показалось что я тут такой умный так далее вот этого чиновника поставили на место и в летать и чтобы скажем так чиновник там не проявил себя слишком ретиво его поставили на место 0 5 пострадала компания юницкий string technologies потому что желтая пьеса пресса не не медлила написала кучу статей и так далее у меня даже был очень хороший партнер в индии и не один и вот когда вот эти статьи конечно посыпь посыпались это то же самое что у нас было в беларуси с онлайнером что тоже вот а вот это то вот это все вот но я говорю вода камень точит опять-таки не обращая внимания до было обидно и наверное тем людям которые ждали этого момента что вы действительно час случится вот и конечно же я тоже алексея нумо еще задавал вопросов а вот там не сложилось а вот тут не сложилось но поэтому я и говорю что наверное я пришел к такому выводу что нужно самому быть постоянно в курсе и теперь я просто еще раз говорю что все идет так как надо все идет как надо и вот пожалуйста индусы возвращаются и центр тестирования в шарже опять посетил такой-то господин там янсинг и так далее советник по туризму инвестициям культурного концу консультативного совета по туризму министерства туре туризма индии сопровождал его тоже там определенный дядя такой важный и так далее но которые в общем-то специализируется на строительстве зданий под ключ вот но в общем важные важные дяди приехали и почему они приехали вот потому что им тоже вот нужен этот транспорт почему ну потому что они ну и сразу забегая вперед скажу что они заинтересованы в развитии гуа вы знаете моим фотографии покажу вот опять таки ну опять таки вот эти преимущества все которые мы с вами проговорили да экологичность адаптивность комфорт превосходная энергоэффективность скорость и так далее но все те пункты которые мы с вами в общем-то должны знать наизусть поэтому это знаете таблицу умножения в свое время учили вот поэтому изучайте повышенная безопасность экологичность адаптивность комфорт энергоэффективность скорость до 150 км в час и самое главное возможность интеграции в любую существующую городскую инфраструктуру без нарушений окружающей архитектуры вот либо ландшафта вот посмотрите что такого представляет да то есть и конечно же картинок много вот просто представьте вот такую красоту что здесь положить железную дорогу либо здесь положите не знаю асфальтную дорогу во первых это все нереально да все это выровнять это я не знаю что нужно сделать все поломать и так далее и теперь вот просто мысленно представьте нашу дорогу который будет стоять вот проходить вот между вот этими прекрасными ландшафтами как это будет все красиво выглядеть потому что я иногда попадаю вот в instagram либо в фейсбуке когда люди снимают это вот дорогу железную проходящую по швейцарии но там это давно уже это все построено чем-то перескочила вот и смотрите поэтому я вам хочу сказать что действительно вот именно и you sky транспорт готов реализовать коммерческие проекты в любом регионе индии в том числе и высокогорье гуа вот вам еще пару карт и кадров покажу вот посмотрите какая красотища да вот представьте вот это вот все вы будете наблюдать с высоты там 10-15 метров все это ну просто фантастика понимаете мне кажется это здесь уже вы ни на каком не самолете не плетите конечно в свое время я летал на вертолете так вот было у меня пару поездок их потом я летал на параплане это тоже было здорово когда там сзади сидит то есть ты в общем-то прицеплен конструктору вот в горах в альпах я летал даже у меня было видео где-то с большой видеокамеры то дачи летали еще телефонов не было это было здорово но все равно это знаете все равно ты поднимаешься парише но все равно как бы где-то мандраж идет понимаешь с тобой рядом человек который контролирует все это вот и я вам хочу сказать что вообще представить себе если вы будете двигаться по нашим струнам да это вообще будет фантастика потому что это ни с чем будет не сравним вы будете в безопасности вы будете как птицы парить и в то же время с такой скоростью 150 км в час при желании можно будет на наименьше там ну в зависимости но вообще это всю к всю красоту люди будут видеть и высота наш транспорт он только будет мне кажется вообще украшать природу тем что действительно люди будут перемещаться не наступая не загрязняя вот ну то есть я например уже уже вот визуализирую себе что я вот на такой красотой сам проезжаю и вот мечтаете это не сравнить с каким подземным метро особенно да где вы вы ничего не видите а только можете упереться в свой телефон да и больше ничего не делать в общем то вот желаю всем нам чтобы мы с вами как можно быстрее вот стали путешествовать и по таким местам красивым на нашем транспорте вот ну и вот значит данный господин оставил свой положительный воздух у отзыв гостевой книги пожелал проектом и sky чтобы были успешно реализованы в индии ну в общем то будем надеяться что это тот человек который занимает достойное положение в индии и в общем то сможет как минимум в гуа сделать эти вот проекты привести но это здорово что что это такие люди есть и приезжают ну и такая информация еще действительно вот кто такой владимир баглаев вот есть такой студии рубеж почему я вывел бы вам эту картинку именно вот они картинку которая допустим от you sky где там потому что количество людей меня всегда вот удивляет что когда рассказывают про анатолий дач про наш транспорт про свой транспорт да ну там ну 300 лайков ну там 500 лайков и вот как то вот это все время думаю боже мой даже просмотров может быть вот так вот до 1000 до думаю ну как же так как раскачать поэтому вот такие студии рубеж такая есть вот ведь у них 654 тысячи подписчиков да и просмотров только лайков вот за вот это вот скажем так фильм владимира баглаева состав 28000 лайков то есть это здорово потому что сейчас вот люди узнали по крайней мере те которые может быть никогда бы в жизни даже я читал в комментариях люди даже не знали что белорусы и у нас есть такое вот спасибо вам владимир николаевич что вы нам открыли глаза на наших вот гений таких на наших замечательных ученых ну слава богу что открыли слава богу вот поэтому кто такой вообще могла и он экономист общественный деятель философ разработчик логической модели глобальной конкуренции виде борьбы национальных пирамид за открытие мировых ресурсов предлагает свое концептуальное видение на власть как функции владения знаниями по первому образованию инженера микроэлектроник работ разработал проект производственного объединения беллаз видите так что он имеет отношение и к нашим залог нашему заводу именно беллаза да вот то есть поэтому наверное он вот смог приехать сюда вот это я переписывал из википедии извините что в беларуси написано ну в общем то как там уже не исправил генеральный конструктор директора череповецкий литейный механический завод возле 2004 года и занимается социальными проектами вологодской области в общем дядька такой очень много это не только один репортаж там практически весь рубеж состоит из его комментариев на разные темы по вообще по мировому миропорядку по скажем так нынешней ситуации вот это вот войны глобалистов и человечества скажем так у него на все есть свое мнение и вот он приехал в беларусь ну конечно такой интересный у него репортаж мне так это два раза пересмотрел в общем то он так и подкалывает что да у каждого есть свои как это заморочки вот ягод не постеснялся приехал кто не верит вот ну пусть живет своей там скажем так палате номер шесть это ягод вот видите езжу на несуществующим в кавычках транспорте да вот нахожусь вот в несуществующие такой вот экотехнопарке кто не верит вот ну то есть он вот действительно с таким немножко сарказмом немножко с таким узнаете тоже небрежным отношением к этим хейтерам вот так она говорит но не верите не верю вот я вот дальше на нахожусь я вот прокатился в этом транспорте еду дальше и я говорю что вот показывают как можно жить и вот он опять-таки показал транспорт который не существует потом он показывает дом который он действительно вы знаете этот эко-дом тут я знаю наши партнеры тоже отмечали вот а елена со время степина рассказала как они там поехали и антолий дарвич был книгу где она купила далее на это можно в общем-то об этом там и происходило дать этот дом замечательным практически все его знает вот и баглая вот этот вот он рассказал что вот пожалуйста вот вам ответ немцам которым да там не моетесь там не включаете так далее чем больше год вы моетесь тем лучше растут растения тем лучше вот потому что здесь нету в этом доме нет канализации а все идет на распределение на вот на вот эти вот вся вода она практически питает ну конечно после определенной очистки так далее вот нет никаких выгребных ям нет канализации это все питает потом вот это вот все зимний сад там на крышу он поднялся и тем самым человеку да 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 и дается вот это вот питание то есть чем больше мы скажем так моемся чем мы больше там пользуется водой так далее все тем больше это идет опять-таки на полив и опять таки это все растет вот это внутренний дворе кто не не видел еще не знает вот там лестница с на второй этаж по которой вот он поднялся и вот он эта крыша до опять-таки для тех кто не знает вот это ну в общем то проще посмотреть репортаж надо и вот на этой крыше пожалуйста вот он кушает здесь инжир здесь могут пожалуйста вы можете какие-то фрукты покушать там там крыжовник там виноград в беларуси в августе дождемся и вот он пожалуйста говорит о том самое главное чтобы если гид на скрижали в джорджи написано 500 там тысяч населения если там золотой миллиард европы сказал что нам там должен жить 1 миллиард на земле то анатолий дарыч предлагает вот благодаря такому подходу такому транспорту таким и к домам таким вот он вот он ответ да и этот ответ где-то о том что на земле могут жить и 50 миллиардов людей и 70 миллиардов и кроме того он говорит о том что я тоже слышал такую скажем так конспирологическую теорию о том что почему-то за мировое правительство сейчас она так их будоражит и вот это вот количество людей которые растет потому что есть по определенной такой вот теории там и нумерологии там и так далее о том что чем больше количество людей ну то есть переход количества в качество до происходит так вот этот количественный переход в качество может произойти когда людей будет больше 10 миллиардов а лучшее когда 11 миллиардов то есть получается такой рождается разум скажем так все планетные сторон тогда тогда люди получают это осознанно осознают потому что на действительно большинство людей верящих телевизору вере верящих вот допустим определенным ну то есть тяжело пока самому скажем так многим людям очень тяжело давать собственную оценку и вот это вот когда происходит этот качественный переход тогда это получается чуть ли не на уровне подсознания происходит взрыв вот этих вот всех идей и так далее люди осознают что они действительно творцы своей жизни и защищаю надо защищать нашу планету а не искать какие-то там марса и венеры вот и луны где-то улетать и так далее все о чем сейчас вот толдонит вот это вот представители дип-стейта да поэтому у когда вот владимир николаев все это рассказал он действительно сказал вот пожалуйста приезжайте смотрите трогайте вот я даже читал несколько там комментариев которые даже там белорусы я никогда не думал что у нас такое есть опять-таки очередной ну вот скажем так человек который в белоруссии не знает что есть такое действительно вот у нас в мариной горке ну скажем так теперь знает и так как двадцать восемь тысяч лайков я поэтому и думаю что действительно мы с вами уже дождемся того что скоро будут паломничество стоять когда не только будут по пять тысяч человек приезжать когда будет эко-феста да но будет по пять тысяч человек стоять вот или там вот это все будет когда уже действительно будут люди просто приходить вот и смотрите так далее и те деревья которые посадили и вот люди которые там яблони винограда вот это вот этих домиков я говорю мы здесь это очень вот я не вот я до сих пор уже прошло вот сколько две недели да я до сих пор нахожусь под таким впечатлением от акварели что действительно вот эти эмоции они переполняют поэтому скажем так вот этот не форум который состоялся да я очень счастлив что я на него попал вот что я там был и опять таки я говорю о том что ребята нам надо с вами подтягиваться потому что мы белорусы с вами должны действительно заявить о себе громче не надо быть кроме скромности это уже не есть качество лидера да поэтому мы с вами должны объединяться до усиливать свою энергетику всю свою внутреннюю позитивную энергию просыпаться и вот нести ее людям тем которые даже сейчас еще продолжают спать поэтому форум опять немножко про него скажу вот опять таки смотрите мы были находились на обучении да вот я вам немножко еще фотографии потому что и алексей уже и мы рассказывали ту запись которой не не было записи дату то есть тут непосредственно с места участия потом алексей в прошлый раз рассказал и я вам сейчас еще раз расскажу вот эти эмоции фотографии очень много вот поэтому здесь конечно проще было видео ставить но я вам покажу несколько фотографий вот это вот майкл бэнк со своей супругой да и вот действительно мы он и сказал что вот это вот слово амигос потому что нас там был такой скажем так тренинг когда мы просто вставали с кислым лицом начинали год ну да да привет так далее и вот это вот амигос скажем так универсальное слово который выбрал интернациональное вот для своего обучения майкл бэнк он сказал что вы должны с улыбкой с обнимашками там с целовашками не знаю нести вот это вот замечательно вот это вот скажем так и не то что уже идею тоже во все уже воплощается в жизнь да вот в массы и вызывает людей говорить о том что это все действительно существует есть и так далее и не бы не бояться этого поэтому он и говорит что да можно зарабатывать деньги но и говорит именно вот улыбку вот это она и приносит удовлетворение потому что ну просто деньги это деньги когда вы вместе улыбку вот он и есть успех улыбка денежная там деньги когда это идея самое главное чтобы вот вот то что нам нужно поэтому мы с вами все амигос а да мы с вами все движемся и сейчас вот идет опять-таки конкурс почему немножко учу да тот же испанский язык да потому что сестра моя ольга приглашает то есть сейчас уже идет вот это вот в доминикане это скажем так лига чемпионов да мы с вами все можем выиграть потому что там надо набрать 150 баллов подписать 5 человек первую линию в принципе это уже будет такой старт для того чтобы отправиться в доминикану где тоже возможно будут построены дороги и не 1 вот поэтому кто хочет быть поэтому присоединяйтесь но мы продолжаем да все было очень здорово вот видите мы начинали вот так вот просто здороваться там уже сказали давайте чем больше эмоций тем больше энергии поэтому я вам тоже стараюсь это все передать с вами поздороваться вот обнять вас крепко вот спасибо вам большое что вы присутствуете и вот если кстати я удивился что но эти фотографии несут энергетику да иногда вот старше фотография они не они как-то вот холодные эти фотографии вот меня действительно тоже заряжает энергии поэтому я надеюсь что вы тоже как-то вот чувствуете через вот это вот призму объектива что в общем-то энергия у нас там пошла мощным мощным ходом вот наши перерывчики вот эти были сита очень все красиво спасибо вообще вот работник акварели как все это продумывается все красиво вот эти бочки но ведь они разукрашены вот это вот весь шатер он опять таки интересны красивые названия да ну все воодушевляет да вот и как красивая еда вот видите я тут уже и арбузиком и ну в общем то я такой скажем так зарядился вот этими всеми фруктами и попал в кадр это уже такие вот были да когда нас снимали поэтому я очень счастлив и вам тоже передают это вот настроение цветочно-арбузные так далее все вот ну конечно мы выступали все вот тут я выступаю вот здесь потом а не выступает это вот тот человек кстати сегодня перед тем сюда вот зайти мы списывали сани да и она гаталек у нас вот буквально недавно прошел огромный тоже форум с испанцами потому что здесь же было русскоязычное и вот они она франтишек solar и ирина волкова проводили на год олег столько было людей столько вообще было эмоций а помнишь как два года назад мы говорили с наталья на испанском там были какие-то испанцы присутствовали а потом они и они ушли и вот мы с лёшей так как мы кураторы скажем а не наташа мы сидели слушали они на испанском потом даже может не надо алёша год надо надо запись идет давай читай дальше и вот они опять на испанском коммуне говорили не знаю ну так 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 такими пробуксовки был и они и теперь как это сколько людей сколько стран вся латинская америка практически это вот курирует вот наташа аня и ольга и это очень здорово поэтому вот тоже ну она благодарит вот тоже ли там майкла бенга за его скажем так предоставленный материал и мы двигаемся дальше вот ну алексей суходоев тоже как руководителем данного проекта вот новой платформы smart world community тоже стал выступать тоже видите как эмоционально все слушают в общем то очень все были заряжены вот и к сожалению вот майкл бэнк должен был приехать вживую то есть они должны выступать но их по опять-таки по определенным причинам они в общем то не попали вот именно к нам беларусь тоже там с биза не виза я сейчас не буду сейчас это вдаваться в подробности и вот тут у кадр поймали когда майкл бенга давайте еще раз шаржа соберемся в дубае и завису тут вот скажем так буквально на секунду там видите выловили даже алексей суходоев ему стали ну давайте ну подумаем вот так вот и мы все стали аплодировать вот смотрите все закричали ура 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 вот вам несколько фотографий вот да все подходит когда мы согласны согласны вот видите сколько эмоций вот поэтому все были в общем то опять таки несмотря на то что нам в акварели очень понравилось но все конечно хотят путешествовать все хотят ездить и конечно вот это вот поддержали поблагодарили и алексея суходоева и майкла бенга вот и конечно же мне это все очень было эмоционально здорово вот вы видите эти эмоции я думаю что вам они тоже передаются вот поэтому вот такая сейчас есть название пришлось было очень много названий кто-то возможно из вас проголосовал вот я тоже не остался скажем так далеко в аутсайдерах а я занял третье место я хотел назвать skybricks вот кирпичики потому что там скажем так и из кирпичиков строится здание и брикс это те страны которые сейчас в общем-то объединяются опять таки скажем так чтобы быть независимыми да то есть суверенными государствами вот но скажем так победила вот smart word комьюнити такой вот бить из skyward комьюнити smart word комьюнити тоже достойное название вот поэтому большинство проголосовало за smart word комьюнити и я советую вам присоединяться вот у меня наверху стоит ну лёша выставит я думаю в чате smart word комьюнити вот там присоединяется там обучение и пока она еще бесплатно поэтому русскоязычный сейчас вы можете проходить его совершенствовать свои навыки вот и далее она будет переводиться на другие языки испанский английский и так далее вот но мы с вами можем сейчас это все развить поэтому если вам каких-то знаний не хватает смело сюда заходите регистрируйтесь присоединяйтесь вот и изучайте потому что нам с вами нужно сейчас уже не спать и действительно привлекать сюда активных людей потому что мы с вами уже скажем так на пороге великого продвижения транснета по всему миру вот ну и в этом же случае получается опять таки вернули буквально на несколько тут на одну недельку можно сказать до 12 08 фейсон за фьючер вот вы помните что такая есть программа лица будущего да конечно же программа замечательная дисконт получается 1 90 очень большой дисконт можно в рассрочку это около получается на в общем 5000 долларов в тоже можно разбить либо единовременно вот поэтому пользуйтесь можно сколько угодно раз если у кого-то есть желание но по крайней мере как минимум надо сказать своим партнером это все-таки очень и очень здорово потому что я очень горжусь что я действительно эту программу выполнил вот и если будет возможность возможно еще из моих родственников тоже кто-то это сделать поэтому тоже вас призываю к этому вот поэтому не бойтесь я скажу скажу так кто сказал что нельзя мыслить слишком широко стремится слишком высоко и любить слишком сильно так давайте это и сделаем вот а у меня все так лишь секунду да да а не потому что я у сына подключена наушники чтобы уже ничего не ломать я уже это ну как всегда дано на позитивной ноте как тот можно брать с собой шампанское ну давайте да я выпью водички да вот так что да за 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 это ну да ну спасибо да за освещение информации свой взгляд вот тоже послушал то по право глаева хороший товарищ наш вот очень правда радостно что 28 тысяч лайков это не дай очень и 200 не 32 лайков лайков там просмотров там будет ну в раз 10 больше как минимум да 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 поэтому ну это тоже опять же такой радостный момент что много много кто еще не знает много кто еще может присоединиться вот и несмотря на то что иногда там бывает вы проводили встречу последние что а и там skyway это прошлый век или как там они говорили да и да все только начинается никто еще про это не знает вот и есть возможность сюда еще войти постам и пояс совершенно верно потому что и дискон замечательный особенно как вот как фэйсон за фьючер допустим да фэйсон за фьючер это очень здорово во вторых я говорю что сейчас вообще те люди которые вот ну долго может быть отмеряют там 7 раз отмеря один раз отрежь и так далее вот сейчас то самое время когда действительно если люди кто-то как авангарды вот как ты лёша зашел до буквально услышал зашел и так далее все да вот есть люди которые присматриваются там а может поедет а может не поедет есть такие люди так вот сейчас как раз то время когда уже начинает строится я думаю мы с вами стане с вами свидетели когда уже уже покажут репортаж о том что уже не просто где-то там экотехнопарк осет на это будет двигаться уже и я думаю что анатолий дарыч конечно же не упустит такую возможность что это построить быстрее потому что когда мы были на производстве я тоже задавал вопрос потому что меня тоже информация есть о том что несколько стран сразу одновременно так я поэтому стал задавать вопросы а справится ли производство а возможно ли это быть быстро будет за то что ну площади все-таки мы это все уже продумываем и знаем и так далее поверьте мне специалисты есть а масштабированием и этот вопрос мы уже кури ну как бы это прорабатываем активно так что все будет делаться конечно никто тянуть не будет там долго и мучительно это не будет это будет будет стремительно вот и будет это как можно быстро но качественно будет все делаться я думаю так ну и тоже по поводу очередей это же затронул что тут это мы 5000 человек в один день приехали в экотехнопарк вот я тоже вспомнил почему-то вот как мы два нара два пола часа вот мы пришли почти всего там были восемь из них два с половиной часа стояли в очереди да 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 такая огромная была очень что проехать достоялись итоге проехали да я помню тоже лишь вспоминает этот момент когда действительно мы стояли вот два с половиной часа притом лёша было с александр и кирилл тоже со мной был я думаю боже мой так хочется проехать ну как дети да дети настолько себя комфортного чувствовали да там этой травка там и все и скажем так передвигались все и два с половиной часа они мы там и познакомились с кем-то разговаривали там была девушка помню с италии другие были люди там допустим с казахстана и уже там не помню да но факт то что разговаривали о том о том и другом но наши дети действительно настолько комфорт себя чувствую и дождались и вообще не ныли то есть это было очень здорово потому что очень хотели действительно прокатиться и не пожалели об этом конечно это завораживающе особенно вот это вот полу жесткая трасса когда там в взлетаешь просто как вверх на ракете да потом спускаешься конечно вот это вот ну было показано что действительно что мы можем то есть двигается в любое в любовном управлении это было очень здорово да лишь замечательные воспоминания да да ну и вот тоже профессор the future свеженький пакет хороший один из самых популярных предложений последние три года там и там и там и там и продаваемый вот и поэтому рассказывайте знакомым друзьям хороший пакет памятный пакет и дисконт хороший вот поэтому присоединяйтесь вот и да подключайте да да отлично отлично да хорошие новости до 12 числа августа можно инвестировать еще да по крайней мере обязательно скажите тем кто еще думал сомневался покажите вот эти новости может быть это будет покажите эту сегодняшний вебинар в записи вот и если какие то есть вопросы жду от вас а так да и кстати вот по поводу фейсов-фейсов-фьючер там каждый каждый инвестор который поддерживает проект он потом будет его голограмма так вот по опыту нашего неба звездного неба каждый раз абсолютно каждый раз когда мы приходим в музей туда в мариной горке мы всегда бежим к этому потолку ищем там свое имя не дай бог она пропала это мое имя потолка креме стерли всегда на месте поэтому я думаю что вот фейсов-фьючер тоже также будет где такой-то уголок в котором будет это голограмма и всегда люди будут бежать туда и проверять не терлили там голограмму будет очень здорово потому что я все время но мне очень приятно что меня получилось там тоже вроде бы такими относительно крупными буквами написано и там где-то вот ну практически ну не в центре зала ну и тут алексей наумович показал мне свою надпись там ребята у него раз наверно уже не буду просто там практически я говорю лёша практически у тебя написано там раз в 10 крупнее чем если там низко не сказать больше да там просто огромные буквы как алексея то есть чем вы помните что чем больше инвестировал человек тем больше тем крупнейших но алексей наумович это самый-самый такой крупный ошиб поэтому лишь ты у нас крупный инвестор такой да вот и сейчас тоже являешься вот куратором беларуси поэтому задача наша это объединить всех белорусов которые здесь да и в общем-то поехать обязательно все вместе может в ту же шаджу и так далее потому что нам важно вот это объединиться и действительно сейчас было пять человек присутствовало я надеюсь что в следующий раз мы сможем собрать с тобой 50 человек чтобы наша была команда веселая замечательная красивая и целеустремленная так что ребят присоединяйтесь всех очень люблю уважаю и жду на в общем-то на событиях на и онлайн и оффлайн